На Новый год принято украшать все, что попадается под руку. Главным атрибутом, конечно же, становится елка. Однако работники троллейбусного депо на личном опыте убедились, что елочные игрушки можно использовать не только по прямому назначению. Многие жители города переживают, что не ощущают новогоднего настроения. Но в троллейбусном депо все наоборот. Водители и кондукторы рогатого транспорта принимают участие в особом праздничном конкурсе. Его суть – максимально красивый по-новогоднему украсить салон троллейбуса. Побеждает та команда, которая наберет наибольшее количество очков. Как и в любом соревновании, здесь есть свои критерии. Чтобы красивый был салон, кабины водителя, чтобы приветствовать костюмы водителей троллейбусов и кондукторов, костюмы новогодние. В общем, максимальная оценка – 100 баллов. Ну, соответственно, выбираются первые, вторые, третьи места. И это денежные призы. Мы потом будем вручать им завтра кондукторам. В этом году было заявлено шесть команд. Украшенные троллейбусы колесат по городу с 25 декабря. Сегодня – последний день конкурса и подведения итогов. Работы оцениваются по стабальной системе. Участники самостоятельно рисуют плакаты, развешивают мишуру и елочные игрушки. Кондукторы и водители надевают костюмы, чтобы соответствовать ситуации. Как вам реагируют пассажиры? Комплименты говорят. Дети очень рады, машут прямо. Улыбаются? Да, улыбаются. А почему именно не знаю? Не знаю, в этом году не знаю, как прошлый был Барбарик. Нравится. А вы за проезд конфеты берете или деньгами? Нет, с деньгами. А это деткам маленьким я раздаю конфетки. Кто стишок расскажет, кто так придет. Маленькие я отдаю конфеты. Дети довольны, улыбаются. Даже пассажиры довольны все. Смеются. Радостные. Работники троллейбуса отмечают, что им приятно дарить радость людям. По их словам, пассажиры очень довольны. В диспетчерскую поступает масса звонков со словами благодарности. Многие даже просят отдать победу определенной команде. Но всем известно, что главное не победа, а участие. Даже просто проехать в троллейбусе с праздничной атмосферой уже приятно. Редактор субтитров А.Семкин